Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу судей Израилевых. На очереди у нас третья глава. Это один из тех примеров, когда нелогично деление на главы. Между второй и третьей главой деление здесь совершенно искусственное разделение. С третьей главы начинается вообще центральная часть книги судей по шестнадцатую главу. Но первые шесть стихов третьей главы продолжают тему последних стихов второй главы. Стихов, которые говорят, почему так все произошло, как бы суммируют, являются своего рода дополнительным введением. Почему так произошло, что многие народы хананские остались. Здесь дается объяснение дважды. Первый раз в конце второй главы, потом вот мы увидим в четвертом стихе третьей главы. Ну, что ж, у нас есть то деление на главы, какое есть, ему и будем следовать. Напомню, что в священном тексте, в Танахе, в Еврейской Библии, никакого деления на главы в книге судей нет. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах, войнах ханаанских. И речь идет о тех войнах, которые вел Иисус на вин. Родилось новое поколение, выросли люди, они не помнили, не знали этих войн, и народы эти были оставлены. Для чего? Читаем дальше. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Военное искусство. Для этого нужны враги, и этими врагами являются хананей. В книге Иисуса Новина все враги уничтожены или покорены, а в книге судей они, оказывается, еще существуют и даже все время стремятся поработить Израиля. В том числе вот эти самые пресловутые хананеи, семь ханаанских народов. Дальше будут они перечисляться. Вот такое дается объяснение. Но если мы обратим внимание на то объяснение, которое дается в книге Исход и в книге Второзакония, то эти объяснения не совпадают. Вот я прочту из седьмой главы Второзакония, 22 стих. Ну, выше говорится, что не надо бояться народов, потому что Господь сильнее всех. А в 22 стихе седьмой главы читаем. «И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу». Помним, что действие книги Второзакония происходит еще по ту сторону реки Иордан, то есть в За-Иордании, в Транце-Иордании. Израиль еще не перешел Иордан и не вступил в хананскую землю. Так вот, поэтому говорится, что когда ты вступишь, то Господь, Бог твой, будет изгонять пред тобой эти народы хананские языческие. Мало-помалу, постепенно. «Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери». То есть земля опустеет, умножатся полевые звери. В то время это довольно большую опасность они представляли для жителей. Медведи, львы, много было злых диких зверей, хищников. Вот какое дается объяснение. Здесь же в книге Судей дается другое объяснение, почему эти народы оставлены. Это не единственное объяснение книги Судей. Другое объяснение чуть ниже, о нем читаем. О нем мы уже читали в конце второй главы, теперь в начале третьей прочитаем. Значит, «Чтоб знали, учились в войне». Читаю третий стих. «Пять владельцев ферестимских, всех анане и седоняне и овеи, живущие на горе Ливане, от горы Вал-Ермона до входов Ямаф». А вот дальше четвертый стих, объяснение то самое. «Они были оставлены, эти народы, чтобы искушать ими израильтян и узнавать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея». То же самое, что и в конце второй главы, в 22 стихе мы читали. «Чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их или нет». Ну вот, таким образом, у нас, по меньшей мере, три объяснения. «Искушать Израиля, чтобы этими народами, главным искушением, здесь, видимо, выступает идолопоклонство, впадут ли израильтяне, по примеру, хананеев, идолопоклонство, или будут хранить верность тому Богу, который Бог их отцов, и который вывел их из земли египетской и даровал им эту землю потом. Это первое объяснение, испытание Израиля. Второе объяснение, мало-помалу народы изгоняются, чтобы земля не опустела, не умножились на ней полевые звери, чтобы земля не обезлюдила, чтобы не было опасности со стороны диких зверей. Третье объяснение, второй стих третьей главы, «Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие поколения сынов Израилевых». Для военного искусства нужен враг, с кем воевать, если нет врагов, если все покорены и побеждены. Не дай бог, еще гражданская война возникнет, и она действительно возникнет, и о ней мы прочитаем в книге Судей. Но военное искусство должны оттачивать израильтяне вот на этих самых, упомянутых в третьем стихе. Хананеи здесь перечислены, но не только хананеи, но еще и филистимляне. Филистимляне – это близкородственный грекам народ, выходцы из Крита, которые завоевали когда-то ту низменность приморскую, восточное побережье Средиземного моря, которое впозднее получило в их честь название Филистимской равнины. Филистимляне упоминаются хананеи, седоняне и евеи. Седоняне – это вообще жители Сидона, Сайда нынешнее в Ливане. Это финикийцы. Финикийцы. Вот есть филистимляне на берегу моря живут, и финикийцы живут на берегу моря. Севернее филистимлян живут финикийцы на берегу Яма-Тихон, на берегу Великого моря Средиземного. Евеи, здесь упоминаются евеи, вообще перечисляются часто в числе семи хананских народов, но здесь интересное разночтение с переводом семидесяти, потому что в греческом переводе, в септуагинте, вместо евеев хиттеи здесь в третьем стихе. И евеи и хиттеи потом в пятом стихе соседствуют друг с другом. Переходим к пятому стиху. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иусеев. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иусеев. Перечислены шесть из семи хананских народов. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей своих, и служили богам их. Вот. Еще одна опасность, которая подстерегала, это иноплеменницы, которых те брали себе в жены. И они, в конце концов, втягивали их в почитание иных богов, служили богам их. Это постоянная была опасность в Древнем Израиле. Мы помним, что Соломон в старости своей завел много жен, 700 жен, 300 наложниц, девицы без числа. И все они были из разных народов, из каких только можно себе представить в то время. И они, по объяснению Третьей книги Царств, как раз втянули его в грех и долопоклонства, и служения иным богам. Дочерей своих отдавали за хананеев, себе брали, сыновьям своим брали в жены дочерей этих самых хананейских народов. Вот так заканчивается начало Третьей главы. Первая часть стихов вместе с стихами 20, 21, 22 и 23 второй главы составляют так называемое второе введение. Ну, некоторые считают его Третьим введением. В общем, серия введений заканчивается. Дальше с 7 стиха Третьей главы по 16 главу полностью, включительно. Это основная часть книги Судей. К ней мы теперь и приступаем. Напомню, что все эти главы, дальше разделы, построены по одной схеме. Израиль впадает в грех, начинает почитать иных богов. За это Господь посылает захватчиков, которые захватывают израильтян. Израильтяне должны быть у них в рабстве. Они, как когда-то в земле египетской, вопиют ко Господу, и Господь посылает им спасителя и избавителя, который называется Судьей Шофет. Вот такой харизматический вождь, такой водитель народа, как бы мы сказали по-испански, Каудильо, Дуча по-испански, по-немецки фюрер, по-русски вождь. А на еврите Шофет. Шофет – это еще и судья, который судит в суде. И функции, видимо, у этого вождя, водителя, Дуча были тоже и судебные. Вот двора, например, дальше мы будем читать. В следующей главе она судила, в определенном месте судила израильские колена. Читаем 7 стих. Да, вот такая схема. Значит, Израиль впадает в идолопоклонство, начинает почитать иных богов. Господь посылает врагов, те самые племена, которые этих богов тоже почитают. Затем Израиль вопьет к Богу, посылается судья-избавитель. Потом судья умирает. Израиль опять впадает в многобожие, в почитание иных богов, в идолопоклонство. И опять по той же самой схеме развивается следующая история. Только народы разные и судьи разные. Израиль в своем идолопоклонстве, в своих искушениях, испытаниях остается неизменной. Он не выдерживает того испытания, которое Господь ему посылает. Как было сказано в 4 стихе. Народы оставлены, чтобы искушать ими израильтян. Искушение следует со стороны хананейских народов, хананских, а также со стороны филистимлян, финикийцев, сирийцев, мавитян, амонитян, эдома, мадянитян и так далее. Всем им не с числа. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа. 7 стих. И забыли Господа Бога своего и служили Ваалом и Астартом. О Ваале, а кто такой Ваал, и кто такая Астарта, и кто такая Ашера, мы с вами говорили при предыдущей нашей встрече, когда разбирали первую и вторую главы. Не будем повторять. Здесь обратим внимание на то, что это все называется злом пред очами Господа. Господь все видит. Это зло, служение, имеется в виду культовое служение. Ваалом и Астартом оно все пред очами Господа. Израильтяне Господа забыли Бога своего, Бога отцов своих, а Господь их не забыл. И 8 стих. Воспылал гнев Господень на Израиля и предал их в руки Хусар Софема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилевы Хусар Софему 8 лет. Что это за персонаж такой Хусар Софем, мы не знаем. Дело в том, что в еврейском тексте говорится о некоем Кушан Ришатаеме. Кушан Ришатаем. Видимо, первое слово это имя, Кушан. Почему-то сходное с Куш, но Куш – это Африка. А здесь говорится о Месопотамии. А само имя Кушан Ришатаем переводится, вот это Ришатаем, вдвойне как бы нечестивый. Здесь двойственное число, окончание Аем. Реша – это нечестивец. Вот, например, последняя строка первого псалма. «Яко весь Господь путь правых, а путь нечестивых погибнет». Вот там эти самые Решаим. Решаим – множественное число, а Ришатаем – это двойственное число. «Нечестивый» или «Грешник». Много раз это слово встречается в единственном числе, во множественном числе, а вот здесь оно в двойном числе. «Хушан Ришатаем». Интересно, еще другое есть имя, тоже в двойственном числе. Это отец этой самой Гомери, которая в книге Осии, на которой должен был жениться Осия по повелению Господню. Отца того звали Дивлатаем, две фиговых лепешки. Да, и этот Кушан Ришатаем, двойной какой-то вот нечестивец Кушан, он назван еще и царем Месопотамским здесь в русском переводе. На самом деле речь идет о Араме, царь Арама, царь Арамеев. Вообще Месопотамия – это Арам Нагараем. Среди трех разных Арамов есть Арам Нагараем, то есть Месопотамия. Между речи, реки Тигр и Ефрат, между ними находится Месопотамия Арам Нагараем. Есть еще другие Арамы, другие сирийские земли. Так вот он здесь назван царем Арама. Почему перевели месопотамского, непонятно. Видимо, опять же, опираясь на какие-то другие версии. Итак, израильтяне были под Игом полчищ вот этого Кушана, Кушана Ришатаема, восемь лет. Девятый стих, и вот начинается, продолжается та же самая схема. Следующий акт – это «Тогда возопили сыны Израилевы ко Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их». А звали его Отниэль, Гуфаниил, синодального перевода, сын Кеназа, младшего брата Халевого. Отниэль, так его зовут, 9 стих, 9 стих 3 главы. «Ва языку в ней Исраэль эль Адонай, ва якэм Адонай, мощия, ливней Исраэль». Мощия – спаситель. От этого же слова «гошеа» или «егошуа» имена. Вот здесь имя нарицательное, мощия – спаситель. От глагола «спасать» – ливней Исраэль. Кому? Сынам Израилем. Ва йоши-эм. И спасал их. Спаситель спасал. Мощия – йоши-эм. Ну, будет спасать. Но поскольку здесь вав перевертывающий, то имперфект переводим прошедшим временем. Спасал – от Ниэль. От Ниэль его звали. От Ниэль. Айн, тав, нун, юд, алиф, ламет. В русском переводе – гофаниил. Имя, мы видим, тоже теофорное. Эль. В конце этого имени – бог. Он был сын Кеназа. Кеназ. Здесь Кеназ вдруг становится именем человека. И этот Кеназ был, как мы помним, Ахи-Калев, брат того самого Халева, одного из двенадцати саглядатаев, разведчиков, которые в книге чисел ходили осматривать землю. Вместе с Иисусом Новином они были теми, кто настаивал на том, что землю надо захватывать. А другие разведчики говорили – нет, мы боимся Хананеев, не пойдем. Исполины там живут, земля поедает собственный народ. Но он был младшим братом, Хакатон, мимену, младшим его братом. Вот кто был первым судьей. Первым судьей Израиля был племянник праведного Халева. На нем был Дух Господень на этом Отниэле, на этом Гафанииле, и он был судьей Израиля, Шофет Исраиль. Судьей Израиля Вайешпот Исраиль. И судил Израиля. Почему-то здесь перевели не глаголом, а существительным судьей. И он судил Израиля. Ишпот. Вайешпот Исраиль. Он вышел на войну Мельхамам и предал Господь в руки его вот этого самого Кушан-Ришатаема, царя Арама. И преодолела рука его, то есть Отниэля, в сражении, видимо, вот этого самого Кушан-Ришатаема, Кушан-Ришатаем, Мельхарам. Ват-Тааз. Оз – это сила, это крепость. Ват-Тааз – здесь глагол от этого существительного. Преодолела рука его. Тааз – ядо. Яд – рука женского рода. В иврите, так же, как и в русском языке женского рода, поэтому и глагол тоже в женском роде. Тааз – если бы мужского рода, было бы яаз. Кушан-Ришатаем этот несчастный вновь упоминается. Вот. И на войне, в сражении побеждает. Да, здесь слово «мельхама» – война. «И покоилась земля сорок лет, и умер Отниэль, сын Кеназа». Значит, какое-то время, после долгое время, ну, будем считать, что в начале своего судейства, в начале своего предводительства, он победил этого Кушан-Ришатаема. И после этого еще почти сорок лет, значит, он судил Израиля, не правил как царь, а именно судил. Судил тяжбы и управлял народом, но не как самодержец. были традиции сильны традиции военной демократии. Судьи были харизматическими вождями, и власть не передавалась, как у монархов, по наследству. Бывает наследственная монархия, бывает ненаследственная. Судьи – это вообще не монархи. Их власть достаточно ограничена. В основном их задача в том, чтобы решать какие-то тяжбы между представителями разных колен. И еще более важная задача – это спасать от внешней угрозы свой народ. Значит, вот завершается этот цикл. В Пале выдало поклонство, в Азапиле послал Господь судью. Судья победил неприятелей, правит, умирает. И дальше опять начинается все сначала. 12 стих. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Эглона, царя Моавицкого против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа». Вот это вот «ра» – злое. 12 стих. «Гора» – Бейнея Дунай. «Что злое в очах Господа?» Это почитание иных богов, кроме самого Господа, Господа Бога Израилева. Вот здесь царь Моавицкий, Эглон его зовут. Эглон его зовут. 12 стих. Эглон, правильно. Он царь Моава. Где находится Моав? За Иорданом. О чем это говорит, что Эглон усилился? Говорит о том, что племя Рувима, Реувена, колено, оно ослабло, и ослабление колена Рувимова привело к экспансии моавитян. Они переходят и Ордан в Моавитяне, и резиденцией царя Эглона становится ни больше, ни меньше город Ерихо. Ерихон тот самый, который чудесным образом был захвачен во времена Иисуса Новина, стены которого пали от крика израильтян и от трубного звука. Чудесная эта история, описана в начале книги Иисуса Новина. Так вот, этот самый Эглон захватывает часть израильской территории, часть территории по сю сторону Иордана для израильтян, она по сю, не по ту, и своей столице, своей резиденцией, ну не столице, может быть, столице все-таки остается там, в Моаве, а делает своей резиденцией и ставкой также военной, делает Иерихо. Об этом мы прочтем дальше. Вот этот самый Эглон, 13 стих, собрал к себе Аммонитян и Амаликитян и пошел и поразил Израиля и овладели они городом Пальм. Город Пальм это Иерихон как раз. Часто называется Иерихон городом Пальм. Значит, мы видим, что здесь с ним в коалиции Аммонитяне, близкородственный народ, братский народ по отношению к Моаветянам, двоюродные братья израильтян, можно сказать, троюродные, четвероюродные, неважно, тоже близкий народ. Вот, Аммаликитяне, вечные враги Израиля, первые его неприятели после исхода из Египта, и потом с этими Аммаликитянами покоя не будет Израилю, с ними будет сражаться Саул Давид, потом они по, согласно истории книги Эстер, книги Эсфирь, их представитель будет стремиться уничтожить полностью евреев во времена уже гораздо более поздние, в персидскую эпоху. Но этому всему не суждено будет сбыться, и в конце концов Аммаликитяне исчезнут из истории, так же, как исчезнут и Аммонитяне, и Моавитяне, в конце концов, более позднюю эпоху, уже эпоху Римской империи, Византийскую, и дальше, потом, позднее, ассимилируется, растворяется среди других, в общем-то, в основном, арабских племен. Но дух Амаликитян останется, и будут находиться представители других народов, культурных, образованных, но совершенно сатанинских по отношению к Израилю, которые будут решить, будут стремиться решать окончательно, окончательно еврейский вопрос. Например, Гитлер и другие, они по духу являются теми самыми Амаликитянами. Вот здесь этот самый царь Моавитский, Моавитянский, Моавитский, он ступает в союз с Аммонитянами, Амаликитянами, Аммаликитяне были кочевники, Аммонитяне вели оседлый образ жизни, и вместе с ними идет поражать Израиля, и обладевает городом Пальм. «Служили сыны Израилевы Эглону, царю Моавитскому, восемнадцать лет». То есть были в порабощении у него, управлял всем вот этот царь Эглон. Это было тяжко, поэтому 15 стих читаем. «Тогда возопили сыны Израилевы ко Господу, и Господь воздвигнул им спасителя». Вот опять Мошия, спасителя Аода, 15 стих, его на самом деле звали не Аод, а Эхуд. Мошия – Эхуд бен Гера. Эхуд. Второй судья Израилев носит имя Эхуд. Сын Геры, сын Иеминиев, и написано, что он был Левша. «И послали сыны Израилевы с ним дары Эглону, царю Моавицкому». Значит, вот этот судья, которого избирает господь Эхуд, он дальше побеждает Эглона, но не в военном сражении, а с помощью террористического акта. Он его убьет, как мы прочитаем об этом дальше. Но для того, чтобы это осуществилось, этот план, эта затея, нужно представиться вполне себе таким покорным человеком по отношению к Эглону и от имени израильтян, от лица израильтян принести ему какие-то подарки, почтить этого самого Моавицкого царя, который сидит и правит себе в израильском городе Иерихон. Что же делает Аод, вот этот Эхуд, 16 стих, сделал себе меч с двумя остриями? Это очень такое было ноу-хау для тогдашнего военного дела, для оружейного искусства, значит, обоюдоострый меч, с двух сторон лезвия, вот, и этот самый меч с двумя остриями, не значит, что у него не было рукоятки, была рукоятка, а потом дальше обоюдоострый меч, так сказать, вот, 16 стих, мы читаем здесь об этом самом мече, 16 стих, ваясло эхуд хэрэв вэллах шней пиот пи это уста, шней пиот буквально двойные уста шней пиот да, у этого меча лах меч хэрэв лах женский рот значит, двоеустный меч обоюдоострыми говорим по-русски здесь почему-то два острия кто так переводит длиною в локоть локоть это вот расстояние от конца среднего пальца до локтя собственно примерно 45-50 сантиметров у каждого по-разному и припоясал его под плащом своим к правому бедру металлоискателей в то время не было вот с этим мечом который под плащом он и пройдет в покое царя батюшки который вовсе не батюшка и поднес дары эглону царю Моавицкого ну какие там дары что-нибудь вкусное наверное а может быть еще и драгоценное что-то не говорится не уточняется что за дары поднес он ему 18 стих эглону этому царю просто говорится льгакриф это минха минха даже в единственном числе дар какой-то дар преподнес приблизил льгакриф значит эти самые дары или дар некий может какую-то драгоценность не знаю слиток серебра золото а может что-то вкусное потому что он видимо любил вкусить этот самый эглон уточняется эглон же был человек очень тучный может быть для него бог был чрево как говорит апостол и поэтому ублажить его хитро так вот решил эхуд можем догадаться косвенно что поскольку он человек тучный значит любил вкусить поэтому что-то вкусненькое ему наверное преподнес этот самый эхуд хотя неоднозначно может быть что-то ценное не знаю текст не уточняет вот семнадцатый стих говорится он был очень тучный да семнадцатый стих как это в еврейском тексте баримеод очень здоровый вот мы тоже слово здоровый используем в русском языке оно не для описания человека толстого тучного да а для описания человека сильного крепкого например здоровый в прямом смысле это значит не больной а еще здоровый говорят о какой здоровяк здоровый там ничего себе косая сажень в плечах да кабан такой шкаф да разные даем эпитеты человеку сильному крепкому высокому широкоплечему называемым здоровым человеком здоровый а этот был здоровяк меод очень здоровый ну человек тучный на еврейском тоже здоровый баримеод читаем восемнадцатый стих когда поднес аод все дары и проводил людей принесших дары вот выше мы читали в семнадцатом стихе что матана матана поднес иглону царю маовитскому дары переводится на дальний переводчик в семнадцатом стихе здесь восемнадцатом опять дары простите здесь восемнадцатом опять говорится о каких-то дарах но здесь уже не матана здесь синонимичное слово минха вот лехакрив эт гаминха тоже в единственном числе минха какое-то подношение приношение часто в культовом контексте используется слово минха как приношение вот здесь он принес иглону этому самому приношению в общем это синоним минха и матана это синоним в общем и в том и в другом случае здесь и в семнадцатом и восемнадцатом стихе это единственное число но переводчик переводит множественным и вот следующий раз когда вторая половина восемнадцатого стиха проводил людей принесших дары здесь тоже опять в единственном числе минха но сей минха несущих дары вот то сам возвратился от истуканов которые в Галгале интересно здесь какая-то вот в повествовании как-то повествование прерывается он вроде бы уаода его резиденции и в то же время возвращается от истуканов которые в Галгале то есть может быть между этими дарами было еще паломничество в Галгал каким-то истуканом мы помним что книга судей очень критически относится к идолопоклонству поэтому и вот здесь он не идеальный судья иглон непонятно что он там действовал этих истуканов вообще в еврейском тексте стоит вполне себе ясное слово пселим пессель это истукан это идол ну не как в современном иврите это просто какой-то памятник да памятник там Ленину Пушкину Шевченко будет пессель на иврите вот в древности в еврейском тексте библейском пессель обозначает конкретно вот идола истукана изображение какого-то божества что же он там делал непонятно что эти были за пселим неясно вряд ли это были те самые камни которые Иисус Новин которое было поверено Богом Иисусу Новину взять со дна Иордана и поставить в этом самом Галгале как напоминание об этом чудесном событии перехода Иордан мы помним 12 камней по числу колен сынов Израилевых были с того места где переходили Иордан взяты со дна Иордана и в Галгале поставлены вот в начале 20 века некоторые видели эти камни такая археологическая была находка в основании разрушенной ранней византийской церкви то есть эти камни потом использовались их еще и христианами то есть ими было выложено вот край апсиды в этой самой церкви это по это я сейчас привожу значит Акима Олесницкого который описывает мегалиты Святой Земли наш русский ученый конца 19 века была такая у него статья в тогдашней научной церковной в одном из научных церковных журналов вот навряд ли это были те самые камни о которых мы читаем в третьей главе книги Иисуса Новина трудно себе представить чтобы вот эти те самые камни стали объектом идолопоклонства в Галгале и трудно себе представить чтобы именно эти камни автором книги Судей вот в контексте дефтрономической второзаконической истории частью которой является книга Судей чтобы эти самые камни святые в общем-то камни были названы Псалим видимо какие-то другие были там истуканы а камни те Иисуса Новина они вряд ли могут называться Псалим Пселим Пселим простите это скорее не одно и то же Пселим и те самые камни дальше происходит детективная история и сказал сказал Эхуд вот этому самому Эглону у меня есть тайное слово до тебя царь секретное что-то хочу тебе сказать он сказал Эглон тише ну в еврейском тексте здесь междометие должно стоять хас 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 можно по-русски передать тс сказал ему все тихо к кому этот обращен был этот междометие этот звук тс тихо ас видимо к тем кто придворные были у Эглона вот к этим придворным потому что дальше мы читаем и вышли от него все стоявшие при нем то есть может быть он какой-то знак дал сказал тише потом дал знак и эти товарищи придворные его дворецкие все покинули его хоромы аод вошел к нему то есть какие-то были еще видимо двери и тот видимо Эглон повел его в какую-то свою другую внутреннюю комнату аод вошел к нему к Эглону а он сидел в прохладной горнице которая была у него отдельно видно было жарко лето он прохлаждался себе в этой самой горнице второй этаж и сказал аод у меня до тебя слово божие слово божие немного не мало у меня до тебя слово божие двор элогим двор элогим слово бога и встал со стула Эглон встал со стула переводится на дальний переводчик киса это и стул это и кресло это и табурет но это и трон это престол вряд ли он сидел на каком-то канцелярском стуле наверняка на каком-то мягком троне восседал царь тучный Эглон у меня до тебя слово божие говорит ему аод тот в знак почтения что это слово божие или может быть чтобы подойти и преклонить ухо к тому что будет говорить Эглон ну давай говори а что же эти нерадивые придворные почему же они не разоружили аода ну металлоискателей в то время не было но могли хотя бы его как-то велеть ему снять плащ посмотреть нет ли оружия но они проявили нерадивость и он прошел с оружием с этим самым мечом только не с двумя остриями а с обоюдоострым мечом и вот почему говорилось выше что он левша может быть эти охранники похлопали его по правому бедру обычно если по левому бедру потому что если обычный человек правша то меч у него висит налево ножны висят на левом бедре да чтобы правой рукой выхватить из ножен меч но поскольку он был левша они проверили нет на правом бедре ничего там у него под плащом похлопали его по бедру наверное а у него-то ножны-то висели меч в ножнах висел на другом бедре он же был левша на правом бедре и вот он левой рукой выхватывает дальше меч достает из ножен который на правом бедре об этом мы читаем в 21 стихе Аод Эхуд простер левую руку свою левую и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его в чрево царя Эглона так что вошла за острием и рукоять и тук закрыл острие вот тучный от слова тук тук жир мы говорим жирный человек по-славянски тучный потому что много у него тука и вот видимо небольшой был кинжал так что полностью по рукоятку он засунул ему в тук в брюхо вот этот самый меч он был очень тучный поэтому самую рукоятку рукоять тук закрыл острие ну что делает Аод он написано не вынул меча из чрева его и он прошел в задней части то есть меч этот прошел в задней части здесь в конце 22 стиха интересный очень термин паршедона это апакс используем латинский термин то есть слово единственный раз встречается лишь апакс легоменон единственный раз это слово встречается в Танахе больше его нигде в еврейской библии этого слова нет паршедона вот может быть вышло из чрева у него вышли некоторые версии дают основанию так переводить экскременты вышли может быть то есть он все кирдык вот может быть рукоятка меча вышла у него сзади вот вот это задняя задняя часть человека этого аглона называется паршедона а может быть то что вышло из задней части называется паршедона текст предполагает дает основания для одного и другого понимания вот все значит остался видимо лежать этот самый с мечом в своем брюхе эглон аэхуд тем временем выходит как ни в чем не бывало там за дверями стоят охранники вот стоит это самое ФСО эхуда вот который ничего не может сделать гвардия его несчастная вот а как ни в чем не бывало выходит эхуд куда в преддверие вот в этот самый в приемную да в предбанник из внутренней комнаты из горницы и затворил за собой дверь горницы и замкнул как часто такая же история повторяется будет повторяться в других историях в историях царей в историях разных людей простых людей и во многих детективах она будет описываться да и в реальности будет нередко происходить в истории человечества вот как уничтожен был враг с помощью хитрости и безопасно покидает убийца этого самого Эглона праведный вождь судья Израиля Эхуд покидает дом царя закрыл за собой дверь горницы и замкнул то есть там еще и ключ был зачем он замкнул куда смотрели куда смотрела охрана тоже непонятно когда он вышел рабы то есть он замкнул а может быть еще и ключ за собой взял если это не был конечно засов который замыкаются двери если это был ключ то он мог взять ключ с собой пришли и видят двери горницы замкнуты и говорят верно он для нужды в прохладной комнате может еще запах почувствовали этой самой паршедоны вот для нужды и сидит на горшке в прохладной комнате ждали довольно долго но видя что никто не отворяет дверей горницы взяли ключ запасной ключ был или или тот вождь судья израилев эхуд оставил все-таки ключ непонятно и так и эдак можно понять и значит взяли ключ и отперли и вот господин его их лежит на земле мертвый вот обнаружили труп и паршедона вокруг трупа пока они недоумевали эхуд между тем ушел прошел мимо истуканов и спасся в сейраф это те ли самые истуканы которые упомянуты выше в Галгале может быть те самые Галгал не так далеко от Иерихона сейраф какой-то он пошел неизвестно что это за место называется оно сейраф конец 26 стих сейрата придя же его струбил трубой на горе Ефремовой то есть он забрался на это на горе Ефремова там где колено Ефраема в основном и сошли с ним сыны Израилев из горы и он шел впереди их вот теперь они обезглавив захватчиков лишив их царя сам царь был верховным главнокомандующим видимо этой коалиционной армии моавитян аммонитян и маликитян вот он теперь этот полчища осталось без предводителя и стало легкой добычей израильтян что они делают дальше и сказал им израильтянам с горы Ефремовой идите за мною ибо предал господь врагов ваших моавитян в руки ваши и пошли за ним и перехватили переправу через Иордан к Моаву и не давали никому переходить те хотели в те времена Иордан не был такой уж мелкой речушкой как сейчас это была река с бурным течением мощная река и поэтому были переправы в каких-то местах где можно было переходить вот к такой переправе и ринулись эти самые моавитяне аммонитяне маликитяне оставшиеся без царя Эглона чтобы уйти за Иордан спастись а переправу значит перехватили израильтяне во главе с Эхудом с Аодом и стали их там не давать переходить им а стали их побивать закалывать и побили в то время моавитян около десяти тысяч человек все здоровых и сильных и никто не убежал здоровенных таких сильных моавитян десять тысяч они побили тех уже не было духа не было моральное состояние их было уже другим никогда не захватывали Израиль и правили им а они были деморализованы поскольку остались без главнокомандующего побили их все здоровых и сильных и никто не убежал вот мы узнаем значит о количестве количественном составе живой силы этих самых воинов моавитских аммонитских и аммаликитских так смирились в тот день моавитяне пред Израилем и покоилась земля восемьдесят лет о как мы не знаем кто был судьей трудно себе представить чтобы все эти восемьдесят лет правил Эхуд судил Израиля да вот ну священный писатель упоминает дальше в последнем стихе этой главы имя одного судьи который был после Эхуда после был Самегар Шемгар Шамгар так это в еврейском тексте сын Анафов который 600 человек филистимлян побил Воловьем Рожном и он также спас Израиля был такой еще и отважный единоборец то есть он Воловьем Рожном трудно идти против Рожна запрягают Волов вот используется это самое эти самые Рожна используются быков когда запрягают он также спас Израиля его звали Шамгар это имя не семитское не еврейское и пожалуй это пример того того как был какой-то судья не из евреев может быть из хананеев вот этот самый Шамгар вспоминается будет еще в песне Деворы в пятой главе в пятой главе в шестом стихе этой же книги судей мы читаем горы таяли это пятый стих от лица господа сина от лица бога Израиля а вот шестой стих во дни Шамгара сына Анафова во дни Иаили были пусты дороги и ходившие прежними путями прямыми ходили тогда окольными дорогами вот опять поминается этот Шамгар больше ничего другого мы о нем не знаем известно лишь его имя как он спас Израиля тоже неизвестно 80 лет Эхуд и Шамгар прошли 80 лет никаких событий особых в эти 80 лет не происходило но дальше 4 глава будет начинаться опять со слов что умер Аод Эхуд значит Шамгар судил в то время когда Израиль вновь впал в грех после смерти Эхуда единственный ли Шамгар был судьей или другие другие были судьи уже из израильского народа непонятно но такой курьезный пример что судьей мог быть и не только израильтянин Шамгар Шамгар трудно представить чтобы судьей был человек с нееврейским именем но вот такой пример есть Шамгар может быть правда израильтянин носил имя нееврейское разные даются интерпретации и еще дается одна интерпретация что 31 стих это позднейшая вставка от Джунта позднейшая вот такой редакторская небольшая вставка сюда в текст книги судей на этом заканчивается третья глава книги судей два судьи вот от Ниэль и Эхуд и две два спасения Израиля от разных поработителей четвертой главе история продолжится запись делается для библейского портала Экзегет дэкзегет